Чтобы избежать и предупредить несчастные случаи с населением, в том числе с детьми и подростками, специалисты Госэнергогазнадзора на регулярной основе проводят профилактическую работу с учащимися. Это встречи с ребятами, беседы, викторины, лекции, на которых детям разъясняются жизненно важные правила электробезопасности и вручаются памятки. Такая встреча прошла в средней школе номер 2 города Жабинки. Детям нужно постоянно объяснять об опасности, которую может представлять собой электрический ток. С наступлением лета вопросы электробезопасности становятся более актуальными. Чтобы обезопасить себя и своих близких, следует помнить, нельзя играть в бризи воздушных линий электропередачи, возле трансформаторных подстанций и других энергетических объектов. Оборудование здесь находится под большим напряжением. Нельзя взбираться на опоры воздушных линий электропередачи, набрасывать всевозможные предметы на провода. Смертельно опасно прикасаться к любым провисшим или оборванным проводам, подходить ближе, чем на 8-10 метров к лежащим на земле оборванным проводам. Электрический ток может растекаться по земле. Большую опасность представляют провода воздушных линий, ответвления от них по стройкам, расположенные в кроне деревьев или кустарников. Смертельно опасно играть раскачивать деревья вблизи линии электропередач. Сырое дерево служит проводником электрического тока. Нельзя открывать лестничные электрощиты и электрощиты в зданиях. На электроустановках нанесены специальные предупредительные знаки в виде желтого треугольника с стрелой молнией внутри. Все эти плакаты предупреждают об опасности поражения электрическим током. В домах, квартирах не включайте электрические приборы мокрыми руками. Не пользуйтесь электрическими приборами в ванных комнатах. Вода очень хорошо проводит электрический ток, а влажные помещения усиливают опасность поражения электрическим током. Отправляясь на рыбалку, помните, что спиртельно опасно ловить рыбу вблизи воздушных линий электропередачи. Углепластиковые удилища являются хорошим проводником электрического тока. При движении к водоему и необходимости перемещения под воздушными линиями предварительно складывайте удилища во избежание случайного его приближения к проводам. Госэнергогазнадзор напоминает о том, что особая ответственность за электробезопасность детей лежит на родителях, учителях и воспитателях. Следует помнить, что электричество требует внимательного и осторожного к себе отношения, и тогда оно будет нашим надежным помощником, а не угрозой для жизни. Василина Пускевич, Эдуард Бакунович, Юрий Лимонтович, Новости Бреста.